Что тут? Бабки меняют? В очередь, в очередь. Окей, how much? 100 is 110. Окей. So you must give me... 440. Yes. And this is 450. Считаем, считаем, баблища. 400, вместо 350. Вот таким макаром меняем, потому что в воскресенье закрыты все банки. Зато есть местная барыга, которая меняет. Мы в Австралии, в Кембла. Людей нет, и все магазины закрываются буквально через полтора часа. Кенгуру нигде не прыгает. Эх, а жаль. В этом городе не курят. И они так идут. Вообще есть ощущение, что я в какой-нибудь Анапе или в Геленджике в августе месяце. Только народ у нас побольше. Подходим к моречку. Интересно, люди купаются или нет? Вот оно, море. Скинули. Да? Не хочу, чтобы меня сожрали. Не знаю. Я бы на маяк сходил. Ти-ни-ни-ни-ни-ни-ни-ни-ни-ни-ни. Люди немного купаются. Я все равно думаю, здесь небезопасно. Люка дальше не заплывает. Я только помочил ногу. Вот, пожалуйста, армяне татуированные. Волны здесь классные. Не вижу серфингистов. Почему никто не серфит? Никто не катается на кайте. Ветер есть, волна есть. Это чисто океанские волны. Дома такого нет. Все загорелые, все классные. Вон, малой серфит. Почему здесь так людей больше? Здесь просто серфят. Малышня серфит, все серфят. Или потому, что он там на горе. Парковка и им лень идти дальше. Чувствую себя дикарем, который идет и снимает. Решили дойти до маяка. Посмотреть, что там интереснее. Большая скала. Сзади океан. Просто прелесть. Вот, собственно, мыс. Чем-то напоминает Кипр. Такие же скалы. О, занырнет. Прыгай. Что может быть лучше пройтись босичком? Ну, какой-то мемориал. Вьетнамской войне. За те, кто пожертвовал собой и... Интересно. И тут же пикничок. Чайка, чайка, чайка. Чайка, чайка, иди сюда. Это мы вышли на другую сторону мыса. Я смотрю, там тоже самое пляж. А это маленькая бухта для яхт. Можно даже палатку раскинуть. Очень нравятся вот эти ели или елки, или что это. Непонятно. Вот тут тоже такие елочки. Не скучай. И все равно дома лучше. Парки с огромными массивными деревьями. Какой-то город то ли курортный, то ли не курортный. Людей мало. Отдыхающих мало. У нас бы уже люди просто кишили бы толпами. На пляж, с пляжа. Здесь тишина и спокойствие. Австралийский арт. Немного интересный. Все, заканчиваем прогулку, потому что жутко скучно. Никого нету. И все закрылось ровно в 4 часа дня. Видимо, никто не любит тратить свои деньги. Пойдем на тем, где покушать, и поедем на судно. Ну, вот мы сейчас и затаримся. С шоколадками и орешками. Хорошо и отдыхается, наверное. Пригнали. Крутяцкое вино. И всего 10 долларов. Что ты купил? Ты нужна помощь? Что ты думаешь? Крутяцкое вино. Крутяцкое вино. Здесь, кстати, в Куркале, в Сименс-Центр. Такая штука. Находится по всему миру Сименс-Миссии. Они приезжают в порт. Забирают моряков. и привозят вот такой форекс центр где можно посидеть в интернете купить попить поесть практически все бесплатно вот так это все выглядит хочешь читать читай бильярд теннис футбол все тут есть все рассчитано для того чтобы моряк чувствовал себя вдали от дома как дома подбивать подбивать не стекла и такими автор помощи такого жизнь моряка приезжаешь на час и все что предлагает этот центр сама не ходила шампуни и лапша всякая дроби день китайские сувениры только пять лет назад они были пока не остались всякая фигня ну и австралия должна быть шкура кингуру жалко жалко кингу все тут есть вот такая штука если вам летом австрали холодно вы можете это взять бесплатно макита поставить судить это все это я не мерзну это настоящий секунд хэнт вау журнальчики я так понимаю доска почета основном все это филиппинские моряки русских пикет полкинет на вот это вход в молитвенную комнату никого о пивко холодно гауу аутсайд сфор смолки и амин висунь самом деле этот си сименс центр он старый он вонючий он находится прямо в порту наш терминал покурим и пойдем